Родился я в Донецке, в городе Сталин. Слепой родился. Ну, так я только мог увидеть, отличал ночь и день. Отец мой, Яков Иосифович, был на шахте или директором, или замдиректором. Ну, короче говоря, когда уже немцы подходили, ему сказали, Яков Иосифович, взорвите, ну, на шахте там клетки эти, чтобы туда меньше они не заходили, и уходите отсюда. Ну, это все отец сделал, загрузили эту тачку, там, своими вещами домашними, и к матери сюда, на родину. Мать сама из Кривозорского района, да, из Любашовка, Кривое озеро. А перед этим она со мной пошла просить молока. Говорит, а ты хорошо поешь, иди там потанцуешь перед ними, перед немцами. Ну, этот солдат Мусолини, дочери Мусолини, это вождь, увидел ее от той же дома, когда у нее, и две пули, и она у меня на руках умирала. А я же не вижу ничего. Слышь, руки вязкие к крови. И так я просидел, не помню сколько, а тут как раз какой-то мужчина подошел, киндер, киндер, мутер, ну, я по-немецки тогда еще не знал, что это за слух. Где фатер? Нашли отца в кукурузе, он прятался. Вот. И помог нам перебраться уже с мертвой матерью через бух. Отец потом немножко запил, бросил нас. Мы воспринялись, в одной семье воспитывался я, в другой семье воспитывался у поляков. Вот. Я еврейский язык очень... Так по разговору я могу понять некоторые слова, ну, а так я не знаю. Хочу вот купить справочник перед смертью, хоть еврейский язык, и дальше научиться читать. Когда мне сделал Филатов, Кальфа и Франкерберг операции, я уже начал видеть. Закончил школу экстренно. Я хорошо занимался. Я должен быть, был музыкантом. Ну, дядя Гриша говорит, нет, ты будешь поваром. И так я закончил училище ремесленное на Пушкинской, получил высший разряд шеф-повара. Я сделал дарственную квартиру. А мне же нотарец говорит, Слава, что вы делаете? Я говорю, ну вот же дочка, неужели дочка меня может выгнать? И она же на второй, на третий день выкинула меня на улицу. И я с всеми вещами, я спал год в парке в Горьком. Купил два одеяла, а еще белочка возле меня спала все время. И спал под елкой. Никто ко мне не подходил. А потом случайно ограбили меня, сильно побили. Ну, там немножко денег было, восемьсот ривен, несколько, и две или три тысячи долларов было, забрали. А снег уже прикрыл меня. И собачка это раз увидела, а у меня палка. Вот она. И вот это вот так торчало, и разгорнули меня. Завезли в восьмую больницу на пятнадцатой станции фонтана. А оттуда мне уже этот рогов забрали, перевезли сюда, в пансионат. Вот так я попал. Хорошо, нормально, я не обижаюсь. Нормально, кушанье все, начальство хорошее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok